В конце марта школа номер 4 посетила делегации работников образования в рамках научно-практической конференции по вопросам здоровья и сбережения. Поводом стала модернизация школьной столовой. Подробности у Виктории Дышаевой. Еще летом столовая 4-й школы в рамках комплексного проекта модернизации образования была отремонтирована от и до. Здесь полностью заменили систему канализации, вставили новые окна, обновили мебель, шторы, приобрели новейшие плиты, сковорды и параконвектоматы. Мы участвовали в городском конкурсе по организации горячего питания между образователями и учреждениями и заняли в этом конкурсе первое место. То есть модернизировано в городе Копейске было две школы, это вторая школа и вот наша. То есть мы как в результате победители этого конкурса и вторая причина, это то, что у нас большой охват горячим питанием в школе, поэтому принято было решение о модернизации нашей столовой. Сегодня в этой школе обучаются 638 ребят. В целях сокращения времени и удобства обслуживания детей во время обеда в столовой также ввели электронную систему питания. Ее назначение – оплата по безналичному расчету. Как это действует? Каждому ученику заводится персональная карточка, паролем которой является отпечаток пальца владельца. Когда в буфете по мелочи принимают, сдачу считать, выдавать, искать, вот это вот, посмотрите, рубль, это очень задерживает и не все успевают на переменах поесть. А по такой системе тут никакой мелочи нет, сразу по пальцу оплатили и все, буквально секунда. Иначе говоря, данная система должна полностью заменить работу нескольких людей. Теперь классному руководителю не нужно будет писать, сколько требуется обедов на класс, а также какие продукты употреблять ребенку нельзя из-за аллергии или каких-либо заболеваний. Ведь все эти данные уже будут в базе, так что питаться ребенок будет тем, что ему положено. Система «Умная школа», она включает в себя еще безопасный вход, ограничение доступа в образовательные учреждения, где фиксируется вход-выход ребенка из школы, плюс безналичную оплату за питание, плюс пользование библиотекой и другими ресурсами, которые в школе есть, вот все завязано в электронную систему. Причем следить за своим ребенком по этой системе родитель сможет очень просто – с помощью СМС-сообщений, которые будут уведомлять о времени прихода и ухода из школы их чада. СМС-сообщений